Ребята, всем привет! В данном видео посмотрим, насколько точно показывает данный мультиметр, который старый, который я купил бушным с EBM. И еще один нюанс. Данный мультиметр питается от USB-шной крона. USB-шная крона – это штука, которая по размерам как крона, но внутри стоит литий-ионная батарея и стоит повышающий преобразователь, который с 4 вольт поднимает до 9 вольт. Якобы эмулирует, что это крона. И вот этот повышающий преобразователь может создавать какие-то помехи, которые не понравятся мультиметру. Так что, если у нас показания будут совпадать, то это означает, что, во-первых, мы купили хороший аппарат, точнее я купил хороший, хоть и старый, но хороший аппарат. Ну и второе, вот эта USB-крона конкретно на данный мультиметр никак не влияет. Ссылка на эту крону будет в описании под видео. Я также ставил куниту, и там вроде тоже, ну, я на некоторых напряжениях измерил, он показывал правильно. То есть не было такого, что FTK в 5 вольт, а он мне показывает там 11 или 12 или 6 вольт, или 5,5. Сейчас они у меня оба подключены к розетке на 220 вольт, и видно, что показания у них отличаются, ну, буквально на одну десятку. А в некоторых случаях вообще не отличается. Но нужно иметь в виду, что на переменном напряжении допустимо, чтобы у этих двух приборов показания отличались, потому что это разные приборы. Вот этот TrueRMS мультиметр, это обычный мультиметр, то есть в спецификации ничего про TrueRMS не написано. У 85-го, у 87-го, то есть у более старших моделей, у них уже есть вот этот TrueRMS. Здесь этого нет, и если форма напряжения в сети будет отличаться от синусоиды, она всегда отличается от синусоиды, у нее, как правило, верхушки немного прижаты, прибиты, то показания обоих мультиметров будут разниться, и этот будет показывать меньше, чем есть на самом деле. Хотя я не знаю, по какому принципу здесь все измеряется, но пока мы видим, что все отлично. 11,5, 11,6, говорю, 221,6, 221,5, 221,4, 5. Но у нас есть еще более интересные вещи, а именно постоянное напряжение. В 99% случаев я измеряю именно постоянное напряжение. Это 1,8 вольта, 3,3 вольта, 1,1 вольта. Я буду использовать лабораторный блок питания, сейчас выставлю напряжение, ну скажем, от 1 вольта начнем, и будем плавно поднимать до 60 вольт. Ну и теперь начнем плавно поднимать. По-моему, 514, и здесь тоже 514, идеально. 1,0,1,6, 1,0,1,6, да ладно, что-то мне в это не верится, что такой старый прибор и так точно показывает. Ему 15 или 16 лет, то есть это реально старье, по нынешним меркам это старье. Но он идеален. 1,21,6, и 7, 1,21,6. 1,8 тоже часто используется во всяких штуках. 1,8,02, 1,8,1,7, 1,8,1,7, 1,8,1,7. 3,3 вольта, также используется часто такое напряжение. 3,346, 3,345. Ну, по-моему, просто идеальнее быть не может. В точности измерения всегда говорится на процентное соотношение и сколько младших разрядов могут от этого значения еще отклоняться. Там, как правило, один или два младших разрядов. Здесь все просто идеально. И дальше самое интересное. Этот прибор, например, при напряжении 4,2 вольта, он может измерить с точностью 0,001. Этот же, например, уже этого сделать не может, потому что на 4 вольтах он переключит точку вот сюда, и у нас только два знака после запятой останутся. Давайте посмотрим. Раз, раз. Нет, он еще держится. Смотрите, держится. Держится, причем все совпадает, совпадает, совпадает. Смотри. Все. При 4,1 он уже перешел, и уже всего лишь два разряжа после запятой. Давайте переключим, чтобы восторжествовала справедливость. Ну, идеально. Все просто, просто идеально. Например, 5 вольт, тоже очень частное напряжение на кренках. 5,06, 5,05, 5,06, здесь 5,05. 12,01, 12,00. Идеально. Просто идеально. Ну, следующее напряжение, наверное, 24, пойдем. 24,13, 24,11. Всего лишь две единицы младшего разряда. Ну, по-моему, это идеально. Ну, поехали дальше. Что там, 36, пусть будет. 36,72 реально измеряет флюк. Флюк уже показывает, что это уже опасное напряжение, поэтому я оставлю пинцет и буду немного напрягаться. 36,73, здесь 36,7. То есть, три единицы младшего разряда. У меня аккумулятор будет на 48 вольт, поэтому ставим 48 вольт. 48,04, 48,0. Видно, что у него опять точка перескочила. И сейчас буду спускаться вниз и буду смотреть, при каком напряжении появится два разряда после запятой. Ну, скорее всего, при 30 с чем-то. 36. О, вот сейчас. И на каком напряжении он перейдет. Наверное, на 41 вольт. И вот, 41, он уже показывает один разряд после запятой. Но уравняем шансы. 41,8, 41,7. Ну, и предлагаю поднять до 60 вольт. 63 это максимум, что я могу здесь дать. Да, 63,1. Ну, 63,0. Ну, по-моему, все просто идеально. И показывает он очень и очень точно. Подключил 2 амперметра последовательно. И сейчас буду плавно увеличивать напряжение на выходе. Ток в этой цепи будет потихоньку расти. И будем смотреть. Так как 2 амперметра включены последовательно, то они должны показывать одинаковый ток. Потому что ток в цепи течет всегда одинаковый. Этот показывает сотые доли. Этот показывает десятитысячные доли. Интересно и странно, но оказалось, что в этом гнезде, если переключить на миллиамперы, он реально показывает миллиамперы. То есть, в амперах у нас показывается только сотая часть. То есть, 460. А если переключиться на миллиамперы, он будет показывать тебе и сотую часть. То есть, реально 459, а не 460. Этот, естественно, показывает десятитысячную. А ну-ка, если я переключусь на миллиамперы. Но он, наверное, не даст мне переключиться на миллиамперы. 647, 646. Ну, по-моему, все хорошо. 1399, 1397. Две единицы младшего разряда. Разница между ними. По-моему, это идеально. Тут также написано, что при измерении тока, больше 5 ампер, нужно делать измерение не длиннее, там, нескольких, ну, там, 15 секунд, кажется. И между ними нужно потом выдерживать паузу несколько минут, для того, чтобы шунт остыл. Поэтому, если мы так близко будем подходить, то шунт потихонечку нагреется. И у нас могут немножко показания уплывать. 4.010, 4.008, 0.10. Ну, по-моему, по-моему, все хорошо. И давайте поднимем сразу до максимального тока. Все, уже перегрузка. 10, 4, 9, 9, 10, 4, 9. То есть это показывает, что я уже перестарался, друг. 9, 8, 7, 9, 91, 9, 92, 93. Ну, мне кажется, что они очень и очень близко. Они просто постоянно прыгают. Я смотрю сначала сюда, а потом сюда. А в этот момент он уже перепрыгнул. Ну, и давайте для полноты картины попробуем измерить несколько сопротивлений. Так, понятно, я знаю, я знаю. Я хотел сначала переключить переключатели, только потом поменять щуп. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я все делал правильно наоборот. А, кстати, а ты что скажешь мне? Ух ты, ты тоже ругаешься. Ничего себе. Не нравится тебе, да? 150 и 2. 150 и 2. Ну, я не знаю. Это реально старик. Ну, я бы сказал старье, но, понимаете, я бы сказал старье, если бы я сейчас измерил, он бы мне показал там 30 Ом или 60 Ом. Я сказал, ну, что вы хотите, это старье. Но я его не могу называть старик, понимаете? Он все делает точно так же, как и свежий прибор. Поэтому это не старье. Ему надо уважительно. Дедушка, на вы к нему надо. Это, я не знаю, меня, допустим, это очень умиляет и очень это радует. То есть прибору кучу лет, а он идеален. Он просто идеален. Смотрим на этом, что это покажет. 45, 98. В общем, я очень рад приобретению. Я очень рад, что вот эта USB-шная крона никак не влияет на его показания. По крайней мере, они никак не отличаются от того, что показывает поверенный в марте этого года. То есть, хотя уже прошел год, если честно. Но я приборы не отдаю на поверку. У меня есть несколько приборов, я их сравниваю периодически. Ну и как показывает практика, вот даже вот этот прибор, посмотрите, ему столько лет, а он идеально точно показывает. То есть нормальный прибор, который не кидают, не бьют, не разбирают, не крутят, там что-то не перепаивают, не подстраивают. Мне кажется, он в калибровке не нуждается. Единственное, что он может показывать неправильно, если он будет уже неисправен. Но это опять же, ты на кренку тыкаешь, видишь, что там не 5 вольт, а 6 или 7 вольт. Ну ты понимаешь, что что-то не то, наверное, кренка плохая. Берешь другую кренку, ставишь, там опять 6 вольт. Но ты уже тогда подумаешь, что, наверное, это прибор плохой. Достанешь другой прибор, измеришь, увидишь, что, ну, все-таки с кренкой все хорошо. И тогда уже будешь разбираться с этим прибором. Идеально показывает переменку, идеально показывает постоянку, идеально показывает ток, идеально показывает сопротивление, идеально показывает. Поэтому этот дедушка у меня будет отдыхать. Хотя какой отдыхать? Будет трудиться. Этот будет отдыхать на черный день. Берегите себя, не болейте. И побольше вам удачных покупок. Он разрабатывался, не знаю, лет 20, наверное, 20 с чем-то назад. И он сейчас со своими функциями, со своей точностью, со своей надежностью, он реально актуален, он не устарел. Никаких проблем с ним нет, абсолютно. Это, конечно, дорогого стоит. Удачи! Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями, поставить жирный лайк. Это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока!